Ткани из Китая и Турции, продавцы из Индии. Эта текстильная фабрика располагается на северо-востоке Москвы. Иностранцы здесь торгуют уже не первый год. А вот легально ли? Стражи порядка решили выяснить лично. На защиту своих арендаторов вышел директор фабрики. На территории предприятия расположены более 30 оптовых магазинов. Мужчина заверил, все документы у иностранных предпринимателей в порядке. Я не подписываю ни одному человеку разрешение, даже грузчикам. Хотя это не наше дело, и не мы должны этим заниматься. Но всегда проверяем и мучаем по этому поводу. Наслова руководителю не поверили. В поисках нелегалов оперативники исследовали все павильоны, побывали и на складе. Правда, эту дверь стражам порядка открыли не сразу. Они там свет выключили, там темно на складе, они не видели. Сотрудники полиции заподозрили, что двери закрыты совсем по иной причине. Не исключено, что их заперли, чтобы время выиграть и спрятать среди рулонов с тканью мигрантов. Среди задержанных уроженцы Индии, Непала, Таджикистана, Узбекистана и Вьетнама. На территории текстильной фабрики они трудятся продавцами, грузчиками и разнорабочими. При установлении каких-либо нарушений миграционного законодательства в отношении данных граждан будут составлены административные протоколы. Также будет проводиться проверка в отношении работодателей. Мигранты, проживающие в России с нарушением режима, отправятся в отделы полиции. В выдворении страны они будут дожидаться в Центре временного содержания иностранных граждан.